Воспоминания об изнуряющем голоде, холоде и бомбежках свежи в памяти Александра Ивановича Журавлёва даже спустя 70 с лишним лет. Он родился в Сталинграде. Александру Журавлёву было всего 5 лет, когда началась война. Именно в родном для него городе он видел её так близко, как только возможно. Началась бомбежка. Ну, с вечера не допустили, а ночью была сильная бомбежка. Когда утром настало, то над нами уже небо светилось, дом развалился. Из освобождённого Сталинграда в 43-м году семья переезжает в Ташкент, где под мирным небом начинает новую жизнь. Александр Журавлёв поступил в нефтяной техникум, с отличием, закончил обучение. Когда нужно было определяться с дальнейшими планами на жизнь, понял. Истысковалась душа по русской снежной зиме. Куда направить? По желанию. Я говорю, туда, где много снега, где лес есть. А у нас был комендант общежития отсюда, как раз он из Бугульмы. О, езжай, говорит, в Бугульму. Там этого, говорит, добра навалом. В Татарстане он, молодой специалист с образованием нефтяника, начал работать в первой конторе бурения. Сначала рабочим, после помбуром и бурильщиком. В 1964 году ему предложили перейти в школу буровых кадров в Альмитиске. В класс посмотрел, а там сидят такие представительные все при галстучках курсанты. Я думаю, ну вот, все, попал. Они же все постарше меня. Вот. И мне надо было вести как раз три урока через перемены. Так я за это время графин воды выпил. Потому что действительно волнительно был. Ну а потом привык, что они, в общем-то, хотят что-то знать, а я знаю больше. Коллектив хороший у нас был в школе. Замечательно. Сейчас Александр Иванович на заслуженном отдыхе. С уходом на пенсию он открыл для себя новое увлечение. Несколько лет назад Александр Иванович взялся за кисть. Сегодня его квартира больше похожа на галерею. Стены украшают картины. На каждой из них безмятежность и спокойствие. Лесной пейзаж ли это или же тихая городская улочка? Творит Александр Журавлев в домашней мастерской. Вот только показать свою творческую коморку упорно отказывается. Лишь после долгих уговоров приглашает съемочную группу в укромный уголок мастера. Здесь я провожу время, которое мне нравится. Вот этот уголок – это как раз то, что я рисую. Вот это, кстати, вот этот этюдник сделан еще в армии. Главная поклонница его творчества – верная спутница жизни Нина Даниловна. Супруги знакомы с детства, но десятки лет нисколько не разучили любить друг друга, рассказывает Александр Иванович. И совсем в его словах не остается сомнения, когда достает из кармана фотографию жены, которую носит с собой всю жизнь.